Медиагруппа «Авангард» представляет Меня зовут Сергей Славьев, я являюсь руководителем Центра компетенции по системе диспетчерского управления и цифровизации. Мы предлагаем, разрабатываем, создаем для наших заказчиков сложные информационные системы. В последнее время абсолютно неотъемлемая часть требований, которые наши заказчики предъявляют, это требования в области кибербезопасности и в целом по информационной безопасности. Требования, которые относятся к системам целиком, требуют системного подхода при внедрении, требуют целого комплекса решений самых разных технологий, встроенные технологии решений, которые есть, например, в контроллерах, коммутаторах, в SCADA-системах, наложенные средства защиты, это разные системы мониторинга, это интеграция с внешними системами, то есть это целый комплекс мер решений и технологий. Необходимость выполнения этих требований, она продиктована даже не только и не столько разными нормативными документами или введением определенной регуляторики. Это требования обеспечения стабильности бизнеса, это требования обеспечения прибыльности бизнеса. Только обеспечив необходимую кибербезопасность на всех уровнях и на всех фазах процесса, действительно можно построить успешный, прибыльный и безопасный бизнес. Уровень зрелости и уровень понимания важности этих вопросов и процессов далеко не всегда находится на таком идеальном уровне. И здесь много работы всем нам, всему сообществу приходится делать и предстоит еще делать по повышению уровня осведомленности, по повышению уровня киберкультуры, я бы так сказал. И здесь есть целый комплекс мероприятий, которые мы делаем, это и обучение, это и разные семинары. Безусловно, здорово, что есть профессиональные сообщества, где профессионалы могут обмениваться, специалисты могут обмениваться мнениями. Отрадно, что эти сообщества расширяются, количество людей, которые участвуют, постоянно растет. Я уверен, растет и уровень осведомленности. С другой стороны, мы не должны расслабляться, потому что технологии развиваются стремительно. То есть здесь гонка идет, и она точно не замедляется. Я бы старался из того опыта, который уже накоплен, увидеть определенные ростки того, как будет развиваться, в частности, технологии SCADA системы в будущем, и каким образом, соответственно, нам нужно обеспечивать безопасность. Потому что, действительно, если мы смотрим на традиционные системы, они всем довольно хорошо известны. Также хорошо известно, что by design они не были предназначены для выполнения требований по кибербезопасности. В то же время уже накоплен опыт, разработаны решения, каким образом можно эти системы дополнить, достроить, и с помощью целого комплекса мер обеспечить соответствие всем требованиям. Если же мы смотрим на то, где мы сейчас, то новые технологии, хотим мы этого или не хотим, даже если служба ИБ крайне консервативна, даже если регламенты запрещают многие технологии внедрять, технологии так или иначе проникают. Это неизбежный процесс, с ним невозможно, им даже, наверное, бессмысленно бороться, поэтому надо признать, и признав этот факт, надо задуматься о том, что мы знаем и понимаем о том, как эти системы защищать, куда мы должны развиваться и куда развивается мировая стандартизация, лучшие практики мировые, как нам это применять в наших системах для наших заказчиков. Один из случаев, который произошел за последний год в нашей системе, одного нашего очень крупного заказчика, он заключался в том, что чек-оператор загрузил программу контроллера, которую на самом деле не должен был загружать. Этот факт привел к определенным технологическим последствиям. Вот это один из примеров, он, может быть, не глобально катастрофического уровня, но он просто иллюстрирует то, что потребность в этих технологиях, в этих решениях, она есть. Действительно, у нас есть наш продукт СЕРТ Сименс, который обеспечивает центральную координацию работы по обнаружению и информированию об уязвимостях. Здесь действительно очень широкое сообщество компаний, партнеров, заказчиков участвует, и в том числе и российские компании вносят свой вклад. Сертификация процессов разработки на соответствии с требованиями безопасности, внедрение безопасного процесса разработки ПО, это тоже внутри компании обязательное требование к выпуску любого современного продукта. Я бы не сказал, что в контуре промышленных предприятий переход на удаленку сразу обнажил какие-то бреши или вызвал какие-то серьезные проблемы, потому что все-таки здесь, может быть, как это ни парадоксально, консервативность определенная, очень жесткое нормирование, нормативка, они предотвращают какие-то резкие движения и резкие изменения. Тем более, что на многих предприятиях с непрерывным циклом, с непрерывным характером производства, в принципе, вот этот переход на удаленку был очень минимизирован. Наверное, есть положительный момент вот в этом потрясении, которое произошло, потому что если раньше можно было отмахнуться от вопроса, что удаленное подключение, удаленное управление, это нельзя, нет, мобильный клиент никогда в жизни мы это не принимаем, потому что не принимаем, и точка. Сейчас этот разговор стал просто несерьезным. Удаленное подключение нужно, а раз оно нужно, нужна безопасность. А значит, нужны технологии, значит, нужны компетенции, значит, нужны процессы. Нужно это постоянно обновлять и совершенствовать. После длительной самоизоляции возможность общения с ведущими экспертами, с партнерами, с заказчиками, обсуждения актуальных тем, это, конечно, то, почему все стасковались. Все, как всегда, на высочайшем уровне, несмотря на все сложности, ограничения, дополнительные требования, которые были введены, на мероприятии была полная возможность общения, обсуждения. Поэтому я думаю, что точно больше, чем на 100% мероприятие удалось. Большое спасибо организаторам. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин